всем привет ребятки всем хорошего дня хорошего настроения у нас прям ваще что жара плюс 7 уже прям весна ищу заглушку от сережки сережка отпала подобрала их щас встала встала стою на парковке у ленты у алмаза точнее бумази вот только же сюда положила заехала на вайлберис отдала сейчас поставку до этого заехала отдала крылья в аренду через час надо забирать на уже полчаса прошло через полчасика хочу сходить сейчас кофе взять а чего что спросить пожалуйста я не месяца с ребенка еду машину поломался ну и вот короче сейчас зайти надо взять кофе подошел мужчина начал мне заливать вот эту историю такой еще мимо прошел кашлянул слышал что разговариваю подошел начал мне слезоточивую историю короче вы сами же слышали почему-то я вот это есть у меня такое я как будто привлекаю вот это доброжелательность знаете отзывчивость улыбчивость хочешь показаться вежливость вежливой а доброту за слабость принимает есть такой момент вот не раз уже замечала мне саша всегда говорит ну конечно ты всегда улыбаешься типа кто-то думает что вообще там заигрываешь с кем-то очень блин ну это больше минус короче даже чем плюс вот подошел начал мне историю сломался с ребенком и понял по мне когда я залывалась и все и ушел может увидел еще что камера короче кофе надо взять забрать крылья с аренды сейчас я успокоюсь а то припарковалась сразу камеру включила что хотела вам рассказать я эти дни про похудение сейчас я вам расскажу почему мне такое настроение потому что сегодня с утра встала и у меня на весах было 66 66 и 5 это было без одежды в домашнем платье и в носках почему-то 66 9 ну ладно даже 66 9 вчера было 67 и 4 также вот как начальный вес в понедельник был это у нас третья неделя дефицита калорий ну как дефицита я вчера съела полторы тысячи и ем я вы знаете все что хочу принципе но в но в адекватном да в своей в своем калораже по жирам по белкам смотрю по углеводам но были есть и конфетки я так и не убрала сладкое похоже не собираюсь этого делать но вчера вечером я пошла и уже себе сама с собой торгуюсь думаю либо тренировки надо начинать либо двигаться побольше вчера вечером собралась и прошла 10 тысяч хотела шагов пройти 99 там с небольшим прошла и с утра у меня вот такой отвес я думаю это ведь дело по любому вот в этой активности если бы я не пошла мне кажется меня также сегодня было 67 4 не знаю сегодня если получится загадывать не буду но очень хочу также прогуляться вечерком включила зарядила наушники в уши вставила и пошла и такой релакс тоже отдельный вид отдыха идешь себе в своих мыслях думаешь последние два дня я разбираю эти как заполнять декларацию пауза n6 уже пересмотрела видео еще пересмотрю начала заполнять в принципе заполнила отчеты посмотрела по вайлберсу с прошлого года мне надо за двадцать третий год декларацию сдать вчера вчера тоже загружала в точку . банк но расчетный счет у меня . банки в этом году я подключила бухгалтерию то есть она да они должны сами все считать а за прошлый год за двадцать третий мне надо само это все посчитать они не хотят собрать говорят у бухгалтеров много работы у вас такая единоразовая типа услуга что не введение там круглогодично мне вот надо только декларацию за двадцать третий год посчитать эти налоги усы n6 плюс с дохода больше трех ста тысяч короче это вообще неизведанное для меня это неизведанный мир и вот смотрю потихоньку видео до 25 апреля надо сдать декларацию и заплатить налог еще вроде время есть я вот потихонечку такая начала разбираться вот не знаю заполния сама или все-таки психаную и обращусь на к нормальному правильному бухгалтеру который все мне по как надо сделает потому что тоже самой заполнить отдать потом какие-нибудь будут там еще надо уведомить об исчисленных налогах короче вообще если кто бухгалтера меня смотрит вдруг маловероятно пишите напишите как это делать сообщение хотя бы в общем как-нибудь я посчитала получается сумму до за двадцать третий год у меня причем сентября не сначала года сентября у меня идет усы n6 я сложила всю эту сумму из этой суммы ну короче 6 процентов до от этой суммы мы платим налог и плюс сверху 300 тысяч мы отнимаем и на получившуюся сумму еще умножаем на 1 процент чтобы сверх 300 тысяч один процент же там еще саша мне по-другому вчера объяснял мы с ним он по-своему считает я по-своему но он сейчас у него вообще усм 15 доходы минус расходы там вообще надо еще подтверждать эти все расходы я еще дочиталась до того что и по имеющие которые карты мы обычно имеем дебетовая вот он не отослал денег на карту и я начинаю читать что оказывается и это считается доходом всякие перечисления и пополнение моей карты обычной считаются доходом я не знаю займу я наткнулась на такую статью на чё она опирается насколько это правда это конечно надо уточнить но если это так это вообще как бы не ужасно и это все потом да всплывет через год через два что мы должны за вот эти если это не указано что там это подарок какой-то или это у нас просто частенько бывает я могу ему отправить потом он мне отправляет также на мою карту я ему скину он мне скинет я ему наличкой дам он мне потом скинет и и на все эти платежи если будет потом налог такие новости так что что ребята продолжаем худеть сейчас пойду кофе возьму пока время есть уже вам наболтала продолжаем дефицит сегодня кстати я съела салат с тунцом делала со сметанкой заправила 15 процентов хотела йогурт греческий взять но не стала захотела со сметаной доела сегодня салат с тунцом с огурцом с яйцом там еще кстати банка есть еще его сделаю со сметаной еще раз салатчик съела бутерброд с колбасой и сыром посчитала его с утра вот на завтрак с кофе там грамм 100 салата было бутерброд и кофе с молоком и дробянка дробяночка печенька не печенька конфета которая большая вот сюда вам фотку ставлю 200 калорий 40 грамм 200 калорий в конфете короче меня завтрак вышел на 600 калорий бутерброд вышел на 280 его посчитала также 100 грамм бутерброд на там два кусочка тонкой колбаски было и три тоненьких маленьких сыром без масла без майонеза без всего короче 600 калорий вышел завтрак где-то 700 у меня на день еще остается сейчас еще возьму кофе на ужин то мне творог засыхает я творог пачку открыла 100 грамм съела 80 лежит второй день засыхает еще винегрет остался еще у меня голень голень отварю с винегретом просто отварную наверно сделала вот что-нибудь соорудить на ужин вы пишите да мне совет спасибо конечно большое я сама тоже худельщица со стажем сколько себя помню лет с 14 наверное это все началось гречневая диета диета магия 7 лепестков 8 лепестков какие там только не были на шоколадная даже диета в день можно съесть было одну одну шоколадку я прям помню ну один-два дня я конечно это все без фанатизма но там было помню сидела одну шоколадку по долькам ела вести все что я только не перепробовала вот эту грудку я понимаю что грудка это больше белок меньше жира но не лезет если она мне я не хочу сидеть на вот этом день на этой диете я стараюсь придерживаться правильного но опираясь на свои желания что я хочу есть уменьшая объемы например порции количество вот этого всего но чтобы я ела с удовольствием все-таки это было как образ жизни а не так что я сейчас начала грудку с гречкой с рисом есть сухую психанула через неделю даже похудела я похудею но потом психану и наберу это все назад поэтому я хочу есть в принципе обычную еду до с упором конечно на более правильно вчера вот ходила в магазин саша купила знала что он хлеба дома нет ему надо хлеб купила хлеба и купила ему штруделя и сама так хотела этот штрудель так хотела этот штрудель да блин про мужика про этого сейчас думаю зачем думаю почему он подходит можно было спросить по идее покажите а где у вас машина с сыном хотя мне кажется он бы показал там как цыган знаете такой прям вид цыгана у него там верно машина реально с детьми и с женой стоит где-то на парковке ну и вот штрудель хотела штрудель не стала покупать но я выпила вчера вечером да вот сегодня мне 66 5 это я еще вчера вечером выпила адреналин zero без сахара короче там 13 калорий на банку по моему без жиров без углеводов ну понятно что тоже вредная штука но хоть как-то вот себя жизнь себе подслащивать вот этот еще саша поделилась короче вот этот адреналин без сахара прикольный как знаете когда хочется чего-то побаловать чем-то алкоголя кстати нет с 8 марта сегодня чем у нас 21 уже 21 марта вот восьмого как я выпила рассказывала 20 203 этого сладкого пива так больше с января вообще завязки я вам еще предлагала такой татья такая поддержка я говорю да я просто короче наболтались мы с вами я смотрю время уже пол четвертого сейчас поедем или сходить взять кофе по идее уже ехать надо еще минут 20 как раз ехать за крыльями я сейчас бегаю быстренько возьму кофе и поедем кофе у меня будет сегодня на перекус капучиночка капучиночку возьму все всем спасибо за просмотр ставьте лайки всем спасибо кто подписался на последнее видео где написала про жирную там наверно название так зашло или чё я не знаю ну в общем я рада что она набрала там больше среднего просмотров прям для меня я была прям смотрю и думаю блин я в трендах ютуба почти шутка шутка но набрало подписчики более-менее как-то начали добавляться комментарии и просмотры по сравнению с обычным с обычными моими нулевыми просмотрами практически ладно это все как говорится уже другое все всем спасибо за просмотр спасибо всем кто подписывается ставит лайки худеем дальше не сдаемся уже весна уже весна на пятках на наших наступает ну что ребятки и отработали мы на сегодня показываю вам нашу челябинскую весну все тает дороги уже чистые практически но от налить есть ну где тенечек там он еще видите справа с правой стороны у нас снежок а так уже почти сухие дороги ну как трамвайчик трамвайчик я заехала на мойку тут два дня назад я что мылась что не мылась домой приехала поехала покоширенных а там вот такие вот лужи всю дорогу меня все как облили как я материлась про себя и приехал но у меня прям слой уже черный был на машине чернющие эту грязь хоть все равно ее помыли и свежую грязь я привезла домой обратно так сейчас мы я же кофе так и не брала я поехала сразу у меня по времени что не успевалось пока болтала так хочется вкусный кофе а дом это только растворимый не знаю сейчас может в ленту заедем посмотрим ребята еще вам хотела рассказать вот видите как все мокро пока ширина все таки я решила в ленту заехать и расскажу вам про корсет я вам хотела рассказать а точнее показать девочка брала корсет в аренду и прислала такое крутое видео вообще мне кажется это самое крутое видео которое я видела которые мне присылали результаты моих трудов ну как не только же моих мой трудокорсет там и визажист поработал в конце видео вам вставлю там что новый дом строит заеду сейчас ленту все-таки возьму что-нибудь вкусненького немножечко колораж писаться и вечером я все-таки настроена пройти прогуляться может быть сейчас приеду домой и сразу пойду переоденусь пойду погулять а завтра еще раз там на весы и посмотрю если я еще сброшу грамм 100 хотя бы это точно тело в движении значит будем гулять почаще да и так понятно что больше двигаться будешь больше сжигать блин вот уже пробочки у нас собираются потихоньку время полпятого быстренько магазин и до дома блин хорошая песня играла я еду и вспоминаю про этот корсет про это видео которое я еще никуда не выкладывала именно видео мне вот катя девушка которая вчера причем зайти вчера мне просто такой эмоции вчера был когда она меня скинула я даже и не ожидала потому что вчера мне его только вернули я сделала скидку на аренду что вот буду ждать фото и я ждала фото там в течение недели обычно мне их вообще не скидывают как я уже говорила или не говорил ну короче я вообще ждала как бы ну где-то через неделю либо я вообще не ждала а мне просто в этот же день она вчера уже почти в 12 в телеграм пишет добрый вечер и скидывает видео это офигеть и такая красота и такого такое знаете вдохновение сразу и мотивация творить когда понимаешь что вот в этой работе в итоговой тоже есть частичка твоей работы твоей души ты тоже вложилась чуть-чуть да в такую красоту которая в итоге получается ну короче это так мысли вслух и сразу хочется и все у меня сразу такой этот запал что блин надо еще корсеты делать надо дорабатывать потому что там это краска отходит когда его сильно сжимаешь пережимаешь краска отколупливается либо краску надо менять либо грунтовать как-то хорошо короче экспериментировать надо дальше и появилось опять желание хотя я забросила сейчас пока и никогда а тут такую красоту прислали так ну все ребят что я вам наболтала здесь еду вот по пробкам уже еду к дому отворю сейчас тебе две ножки две ноги курины доем пенегрет Саша купила сейчас с лентой еду купила ему эту вот так где фокус купила ему плов и салатик какой-то взяла с майонезом готовить не хочу ничего там еще бабушкины вареники есть чуть пельмешек вкусных с грибочками с картошечкой кстати я ела вчера я варила десять домашних куриных пельменей бабушкины со сметанкой представляете на обед у меня было и вот такой отвес ну потому что я вот перед сном погуляла хорошо и вот сегодня бы так же это все повторить ну это я уже повторяюсь короче все ладно едем до дома всем спасибо точно теперь уже за просмотр все всем до скорой встречи субтитры сделал DimaTorzok